Восемь лет, точнее зим, не видали в Тольятти ледовых годов. И вот в высоком статусе Кубка России эти популярные соревнования вернулись на просторы бывшей столицы отечественного автоспорта. 15 пилотов зачета 1400, 8 спортсменов группы 1600 и 6 участников класса «Свободный». Вот заявочный список первого этапа Кубка страны. Флаг вверх, соревнования открыты. Самый густонаселенный класс 1400 составил турнирную таблицу 16, где каждый из пилотов получил возможность 6 раз выехать на стартовую линию. Гоняйся и набирай зачетные баллы. Чем больше, тем лучше. Нюансы ледовой трассы требовали тщательного и даже скрупулезного подхода. Позиция лидера давала преимущество свободного обзора, а позади, в поднятой шипами снежной взвесе, видимость резко ухудшалась. Но и первому в запале борьбы порой нелегко было удержать эмоции под контролем, что наглядно продемонстрировал дебютный заезд. Анатолий Щербак на автомобиле под номером 6 не сумел распорядиться выгодой быстрого разгона за четыре дистанционных круга, разменяв позицию лидера на пятое место. А первую победу записал на свой счет 11 номер Алексей Волков. Жесткое противоборство на стартовом вираже второго заезда завершилось в пользу синей калины тольятинского гонщика Павла Третьякова. Он ехал вторую гонку к ряду, по накатанной реализовал набранное на первых метрах преимущество и уверенно довел дело до победного финиша. Стремительно и неудержимо разогнался в третьем заезде Анатолий Щербак и, не повторяя ошибок прошлого, умело лавировал по виражам трассы, наращивая полученное превосходство. Но излишняя резвость не подвела. Судьи жестко наказали его за нарушение траектории на разгоне, аннулировав результат. Правило есть правило. И пять баллов за победу получает восьмой стартовый номер Александр Колесниченко. Суммарные девять очков выводит его на промежуточное первое место. Компактной группе свободного класса предстояло три финальных заезда. И уже самый первый выявил безоговорочного лидера Альберта Гайнулина на автомобиле под номером 11. Он спокойно, не напрягаясь, уехал от всех соперников и уже к половине шестикруговой дистанции обеспечил для себя гигантский отрыв. Сказывались опыт и мастерство пилота из Башкортостана. По схожему сценарию проходили и два остальных заезда этого класса. Превосходство Альберта Гайнулина не вызывало никаких сомнений. Причем базовая машина зачета Рено Логан для него в новинку. Но как увидели поклонники автогонок, пилот из Октябрьского быстро освоил технику и преподал мастер-класс всей группы. Интрига сосредоточилась в споре за второе-третье места. Вот здесь как раз хватало острых, а порой и спорных ситуаций. По лучшему суммарному результату вторым призером стал москвич Максим Пикулек. Третье место завоевал Кирилл Рыбаков из Набережных Челнов. А победу заслуженно праздновал Альберт Гайнулин. Олег, показалось, что ты выиграл вообще легко и непринужденно. А как это было на самом деле? Ну, на самом деле мы готовились, занимались, подготовили машину, тренировались, к этому шли. И получился вот хороший результат. Очередные заезды группы 1400 принесли суммарный успех Раису Миниханову под номером 14 и Вячеславу Староверову с номером 3. Представитель Татарстана выиграл один заезд и финишировал третьим в другом, набрав 8 очков. Гонщик из Сызрани дважды был вторым и стал во главе таблицы с 11 баллами после трех выездов. Анатолий Щербак с третьей попытки легитимно выиграл заезд, но потеря первых гонок компенсировать было трудно. Самый энерговооруженный класс 1600 мощно рванул по дистанции, но судьи зафиксировали фальстанку. Со второй попытки все получилось как надо, и гонку возглавил дружный дуэт команды Сызрань Спорт. Второй номер Дмитрий Брагин и номер один Михаил Симонов, наставник и подопечный. Так они и промчались по всей дистанции, мощно, накатисто и уверенно. На третьей позиции достиг финиша Василий Кораблев из Казани. 1600 также проводил три финала, определяя итоговые места по двум лучшим результатам. Таким образом, тольяттинской легенде Дмитрию Брагину, представляющему на этих состязаниях Казань, оставалось одержать еще одну победу. Но во втором заезде Сызранская команда провела рокировку и сохранила соревновательную интригу. Первым финишировал Михаил Симонов. Спор за призы попытался вмешаться Олег Жаворонков, но досрочно завершил его вылетом с трассы. Третью решающую гонку возглавил Михаил Симонов. И в четком сопровождении Дмитрия Брагина лидером скрутил виражи трассы автодрома КВЦ. И добился победы на первом этапе Кубка России. Брагин второй, а третье место занимает Василий Кораблев. Конечно, это очень интересно. Я в прошлом году выступал в классе 1400. В этом году перешел в более сильный класс. Это 1600. И начался этап довольно хорошо с первой победы. Сильные очень соперники, показывали максимальную красивую езду без всяких столкновений. И мне очень класс этот нравится, так как большое сильное сцепление с трассой, больше шипов и намного интереснее. Участники зачетной группы 1400 выдержали самый протяженный турнирный пункт. И соревновательная ситуация менялась непрерывно. На авансцену стремительно выезжали победители очередного заезда. И столь же быстро теряли шансы те, кто допускал ошибки. И во всех заездах, на каждом круге не прекращался напряженный спор за распределение турнирных очков. Важных как непосредственно на этапе, так и в общетурнирной стратегии. Безупречные выступления, 4 победы в 4 заездах и суммарный 27 очков вывели на уверенное первое место Павла Третьякова. Да, как-то ехал, просто получал удовольствие. Особо ни о чем не задумывался и как-то все сложилось так удачно. Скажи, вот ты специально отрабатывал вот эти старты, как известно, что старты достаточно специфичные вообще элементы. Как у тебя они получились? Ну да, достаточно много времени на тренировках уделили стартом, потому что были у меня часто проблемы в зимних сезонах со стартом именно. Но очень много уделили времени на подготовку. Ударная концовка и 21 набранный балл определили вторым призером Раиса Миниханова. Всего на очко меньше набрал Вячеслав Староверов и замкнул призовую тройку. Церемония награждения с обилием призов подвела итог к соревнованиям первого этапа Кубка России по ледовым гонкам. Раиса Миниханова 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 Раиса Миниханова